Михаил Вольпин Михаил Вольпин В первопрестольный Михаил окончил в Хуты-Маск. Был знаком с литературной элитой столицы. Ахматовой, Мандельштамом, Ильфом и Петровым, Олешей, Пастернаком. Во время учебы принимал активное участие в поэтических баталиях на стороне своего учителя и кумира Владимира Маяковского. В начале 30-х Михаил Вольпин начинает сатиры жечь сердца людей. Пишет острые сценки для театра «Кабачка Нирыдай», работает в журнале «Крокодил». Даром эта работа не прошла. В 1933-м Михаила Вольпина арестовали и обвинили в написании и распространении шуточных стихов и вольного содержания с политическими выпадами. После оглашения приговора его отправили за Полярный круг на одну из сталинских строек лета. Из лагеря Михаил Давыдович вышел в 1937-м. Тогда и произошла его судьбоносная встреча с будущимся автором и лучшим другом Николаем Эрдманом. Их первой совместной киноработой стала знаменитая «Волга-Волга», снятая в 1938 году. В ней Вольпин и Эрдман выступили в качестве сценаристов. Позже Михаил Давыдович написал тексты песен для кинофильмов «Светлый путь». «Кубанские казаки». «Весна». В этих лентах главные роли исполнили примы советского кино – Любовь Орлова и Марина Ладынина. Будучи репрессированным в 30-х годах, в 50-х он все-таки получает премию сталинскую второй степени. Следующим этапом жизни Михаила Вольпина стало сотрудничество с киностудией «Союзмультфильм». Классика советской мультипликации, сказка «Рыбаки и рыбки», «Царевна лягушка» были сняты по сценариям Михаила Давыдовича. А мультики «Дудочка и ковшинчик», «Цветик-семицветик» и «Дикие лепеди» сложно представить себе без песен на стихи Михаила Вольпина. В середине 60-х прошлого века Вольпин и Эрдман делятся своим сказочным опытом с игровым кинематографом. Режиссер Александр Роуз ставит по их сценариям три классические киносказки «Морозка», «Огонь, вода и медные трубы», «Коша, одень шапочку, а то лысинка простынет». Варвара краса длинная коса. Жених, волшебник, блондин! Я прыгаю, 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 прыгаю. Ну какой же он блондин? Ну пусть наоборот, какая разница? Отличительной чертой творчества Вольпина, хотелось бы отметить особо, является богатство фантазии и добрый, я бы даже сказала, теплый юмор, не лишенный при этом остроумия. Творческий дуэт Вольпин-Эрдман приложил свою гениальную руку и к оперете Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Их перу принадлежит русский текст штраусовского шедевра, который стал литературной основой для экранизации. Михаил Вольпин написал стихи, Николай Эрдман, прозу. Михаил Вольпин погиб в 1988 году в автокатастрофе. Ему было 85. Он навсегда оставил нам свои фильмы, которые не растеряли за десятилетия своей актуальности. А это признак настоящей классики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова